Первый, это, конечно, Ледовый дворец. Это там, условно говоря, ну, Ледовый стадион, он называется, возле Дейнхаба. Наверное, это сегодня единственное место, где можно создать такой мультиспортивный хаб международного класса. Не буду скрывать, была попытка там запроектировать Ледовый стадион. Мы предложили нашим коллегам, в том числе и канадским, которые участвовали в этом, расширить возможности, чтобы мы имели не только Ледовый стадион на, по-моему, 14 гектарах, а более эффективно использовали эту территорию. Потому что логистика, транспортная доступность, место позволяют там создавать, кроме Ледового стадиона, еще и Дворец спорта, и дополнительные функции, в том числе и коммерческие. Разговоры не идут о торговых центрах, прошу правильно понять. Коммерческие функции, это может быть просто фитнес-центр более расширенный, или там какие-то сеть спортивных магазинов. Мы говорим о том, чтобы, опять же, мы по стандартам все. И если, ну скажем так, на следующий год мы начнем вести проектные работы, первые по, Андрей будет заниматься, по этому центру, чтобы выйти на 21-й год уже с рабочим проектированием. Вторая часть у нас, мы сейчас рассматриваем площадку, пока до конца еще не исследовали, но на нашем национальном стадионе Олимпийском. Там есть территория, зона, так называемая, гостерапия. Да, совершенно верно. Там есть нюанс, нужно бы согласовать еще у нас с УЕФА, некоторые детали там. А там достаточно территории для того, чтобы построить современный комплекс. Вот здесь. И вообще по зоне НСК, так называемая, мы будем менять сам концепт эксплуатации. Смотрите, как выглядит картинка. Центр 4-миллионного города, 22 территории, и людей нет. То есть это в принципе неправильно. Тем более нет где? В спортивных сооружениях. Это ненормальная ситуация, поэтому мы рассматриваем сейчас возможность, чтобы сделать эту территорию, так сказать, для людей. Не только для спортивных соревнований один раз в неделю, там, раз в два раза в неделю. А все, кто хочет, могут тренироваться, заниматься и использовать эту эффективную территорию. Ну, кроме того, что нам необходимо... А эта территория же атлет, одновременно объединяется, Федерация футбола, Банникова, там все вместе. И мы еще запланировали в следующем году продолжить развитие части легкой атлетики. Федерация легкой атлетики с руководством министерства в прошлом запланировали делать тренировочный центр на атлете. Мы чуть-чуть поправили эту концепцию. Обязательно нужно сделать будет. Тогда НСК получает статус для соревнований, имея разминочное поле там. Там проект уже частично готов. Только мы крытую часть постараемся перенести в другое место, развести два вида спорта. Сам ядро атлета и там место, где автобаза, которую мы сейчас остановили от передачи фонд Госмайна, мы оставляем для легкой атлетики. А существующее здание атлет с достройкой там будет центр художественной гимнастики. И таким образом мы всем дадим место для тренировок и дадим возможность для проведения соревнований по легкой атлетике международного класса.